Мы приучаем себя не стоять на месте. Для чего? Сейчас он совершает двойную атаку. Это будет любой повес и сразу же укол вперед. Чтобы мы не зависали после нашей контратаки. Для чего необходимо будет смещение в сторону. Варианты. Ошибки, которые допускаются. Если на его атаку я сразу уйду в сторону. Вторая атака уже пойдет туда, где я есть. Потому что я уже показал. Поэтому важным будет уйти по прямой. И вот когда спровоцировали его на следующую атаку, мы сместились в сторону. Маленький, но достаточно важный немцы. Не обманывайте себя. Еще раз повторюсь. Если после его атаки вы ушли в сторону, значит вторая атака пойдет там, где вы есть. А не там, где вы будете. Четвертая ступень. Более сложная. Как я говорил, мы стараемся работать от положения. Сейчас мы топчемся на месте, имитируя вариант перемещения. Впоследствии, конечно же, все это делается в свободном перемещении. Я двигаю хаотично рукой. В какой-то момент оппонент выполняет опять же свой замах и заканчивает атаку. Что важно здесь, в чем сложность. Вот. То есть в момент его замаха моя рука оказалась здесь. Значит, вот отсюда, когда он ушел, я и должен атаковать. Я не должен восстановить положение, а потом сделать. То есть я двигаю, вот где у меня рука оказалась, оттуда я руку. Поэтому работаем не быстро. Ваша задача научиться видеть противника и понимать, откуда работать. По мере усложнения, соответственно, мы наращиваем скорость. И следующий этап более сложный. В общем, как вершина, то, к чему мы приходим, с чем мы работаем. Атака на опережение у нас остается в приоритете. Человек уже знает, что делая амплитудный замах, для него невыгодно он прыгнет. Поэтому он старается тоже работать сразу же в цель от положения. Здесь на его атаку с места мы уже реагируем встречной атакой на опережение, но со смещением в сторону. Здесь важным моментом будет являться то, что я должен сыграть на опережение и уйти. А не наоборот. То есть смещение в сторону, это как бы второй этап, вторая ступенька, а не первая. Потому что если вы будете работать сначала уйти, а потом кто-то атаковать, это может закончиться обоюдным действием. Поэтому моя задача будет на его атаку именно его остановить. Это не должно быть легкое касание. Это должно останавливать. Пусть не пробивать, чтобы вас не внесло вперед. Но обязательно останавливать.